Помогите отстоять дом архитекторов. С такой просьбой Константину Затулину обратились общественники. В конце июня они получили письмо от городского департамента имущественных отношений. В официальном сообщении говорилось о передаче почти 400 квадратных метров по улице Воровского муниципальной шахматной школе. Архитекторам же предложили переехать в скромные 115 квадратов в строительном переулке. Общественники сетовали на невозможность нормальной работы в маленьком пространстве, где практически отсутствует естественный свет. С этим вопросом они уже обращались в городскую администрацию, где их заверили, что отбирать помещение по улице Воровского у них никто не собирается. А передача квадратных метров в руки муниципальной организации нужна лишь для контроля за чистотой прилегающей территории. Константин Затуллин также успокоил встревоженных общественников. Вы можете спокойно функционировать, никто вас оттуда насильно выселять не будет. А если такие попытки вдруг кто-то предпринимет, то естественно будут реагировать. Интересует общественников и судьба Кавказской ривьеры. Представители сочинского делового клуба предложили депутату Госдумы взять на контроль вопрос восстановления старейшего памятника архитектуры. В годы перестройки территория санатория перешла в частные руки. Тогда началась масштабная реконструкция, однако в итоге на месте здания остались лишь руины. В 2014 году Кавказская ривьера перешла в ведомство федеральной службы охраны. Работы по восстановлению пока не ведутся. Константин Затулин отметил, вопрос возрождения одной из достопримечательностей курорта безусловно важен. Однако прежде чем браться за реставрацию, предстоит решить немало проблем, прежде всего юридических. С тех пор, как за это стало отвечать федеральная служба охраны, она, естественно, будет устанавливать свои порядки. Я предлагаю что сделать? Я предлагаю просто обратиться к руководству федеральной службы охраны, и для того, чтобы обратиться к этому руководству, нужна какая-то фактология. То есть, просто поднять историю этого санатория, рассказать о том, как он в прежние годы использовался. Также на встрече с жителями Константин Затулин затронул тему возможного отмежевания территории Меретинской низменности от Сочи. По словам депутата, в высших кругах власти такие разговоры ведутся. Однако, паниковать не стоит. При принятии подобных решений мнение жителей учитывается в первую очередь. Также Затулин отметил, что лично предпримет все возможные действия для сохранения единой территории курорта. Значит, администрация города к этому не привлечена, городское собрание к этому тоже не привлечено. Но есть заинтересованные лица, которые, пользуясь своей близостью власти, постоянно фонтанируют идеями создать собственные свечные заводы, то я вообще категорически противник развала единого города Сочи. Помимо этого, на встрече с депутатом Госдумы сочинцы подняли вопрос наказания за жестокое обращение с животными. По мнению горожан, фотоуслуги с питомцами нужно запретить на законодательном уровне. Константин Затулин отметил, что подобная инициатива далеко не беспочвена, и нерадивые владельцы должны нести ответственность за прирученных зверей. Редактор субтитров А.Семкин